Мы с вами приступаем к изучению новой темы, которая звучит так. Академическое чтение и академическое слушание. На этой и последующих лекциях мы постараемся ответить на несколько вопросов. Прежде всего на вопрос, что читать, как читать и самое главное, почему студенту нужно так много читать. Начнем мы с вами с ответа на вопрос, почему это так важно много читать. Вы уже заметили, что в любой учебной программе присутствует требование читать определенную литературу. И вы можете задаваться вопросом, а зачем вообще читать такое огромное количество страниц текста? А если это не отразится на результатах экзамена? Вам может казаться, что информация в книгах абстрактная и неконкретная. А чтение книг может восприниматься как бессмысленная и скучная работа. Есть еще одна проблема, которая отпугивает студента от чтения учебной литературы по теме курса. Эта проблема связана с самой особенностью научного жанра, а именно с его сложностью для понимания. Вы читаете специфические термины, и хотя слова вам знакомы, вроде бы узнаваемы, тем не менее они не складываются в единое целое. Сталкиваясь с тяжелыми научными текстами, вы можете чувствовать свою некомпетентность и беспомощность. Вот почему, прежде всего, нам важно для самих себя хорошо понимать, почему же все-таки следует так много читать. Я думаю, вы понимаете, что читать нужно не для того, чтобы убить время, отвлечься от неприятных мыслей или чтобы заснуть. Все-таки чтение богословской научно-исследовательской литературы преследует другие, более возвышенные цели. И чтение литературы по курсу – это не бессмысленная работа, но тот труд, польза от которого со временем будет очевидна. Во-первых, при чтении у вас будет развиваться умение мыслить самостоятельно и критически применять полученную информацию на практике. Это очень важный навык. Вы будете следить за аргументацией автора и со временем сможете сами выстраивать подобные аргументы. Научитесь мыслить логически, а также критически проверять полученную информацию. Выдающийся педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский как-то написал, «Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития. Поэтому, чтобы развивать мышление, развиваться умственно, надо много читать». Также для самостоятельного мышления нужен достаточный запас знаний. Нужны факты, идеи, теории, данные. Как говорят, нельзя думать с пустой головой. А кто-то еще сказал, «Как правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей информации». Отсюда, во-вторых, чтение позволяет вам получить совершенно новую, неизвестную раннюю информацию. Читая, вы сможете познакомиться с новыми для себя терминами и понятиями, будете иметь более полное представление о каком-либо предмете. Шопенхауэр однажды сказал, «Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует лишь на бумаге, в книгах, этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной надеждой и неуничтожаемой памятью человеческого рода. Поэтому важно читать, чтобы соприкоснуться с этим знанием». В-третьих, чтение необходимо для того, чтобы лучше разобраться в каком-то вопросе. Литература для чтения по курсу призвана разъяснить те вопросы, которые поднимаются в курсе, для того, чтобы сделать их более понятными. Поэтому читать важно для более глубокого изучения какого-нибудь вопроса, темы, для лучшего усвоения лекционного материала. Это важно, причем не только для того, чтобы подготовиться к семинарскому занятию или экзамену, но и чтобы действительно усвоить материал курса. В-четвертых, чтение способно воудушевлять и мотивировать. Есть книги, которые мы читаем не из-за того, что они дают новые знания, а потому, что они вливают новые силы, поднимают настроение, побуждают к подвигам. Лив Николаевич Толстой писал, «Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира?» И, наконец, пятое. Чтение хороших книг – это не развлечение, как думают некоторые. Это важное и необходимое средство для расширения своего кругозора и опыта, для углубления мировоззрения, мыслей и чувств. Это чтение для самообразования. Писатель Константин Александрович Федин однажды заметил, читать нужно не только для того, чтобы узнавать факты. Читать – это значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное. Итак, мы с вами ответили на вопрос о том, почему важно много читать. Далее мы с вами будем говорить о том, как следует правильно читать научную литературу, чтобы это чтение было эффективным, и чтобы вам удавалось понять и запомнить то, что вы читаете. Субтитры создавал DimaTorzok